Меня зовут Чинцов, Виктор. Хорошо меня слышно? Ну, слышно. Слезали с вами, как зафиксировали ряд подозрительных операций, выполненных непосредственному вам региону. Скажите, вы проводили какие-либо транзакции в ближайшие 10 минут из города? Нет. Не проводили? В таком случае я временно приостанавливаю действия вашего кабинета онлайн до выяснения всех обстоятельств данного инцидента. Также подскажите, у вас есть лица, которые могут распоряжаться вашими финансовыми счетами, которые могли выполнить данный вход в ваш онлайн-кабинет? Нет. Доверенных лиц не имеете, верно? Да. Хорошо. Также подскажите, вы ранее услугами интернет-магазинов использовались, на которых могли оставлять ваши персональные данные, такие как код и пароль и логин от ваших пластиковых карт? Ну, нет. Слугами интернет-магазинов не пользовались? Нет. Слугами интернет-магазинов используют услуги интернет-магазинов, которые запрашивают такую информацию, как код и пароль и логин. Извините, а какие ваши, я что-то не понял. Что именно, Сергей Сергеевич? Ну, вы сказали, ваши клиенты. Какие ваши клиенты? Вы о чем вообще? Сижу, ем, и вдруг начинается. Я вас не пойму, Сергей Сергеевич. С вами связался Сбербанк, технический отдел Сбербанка. Ну, как бы номер-то не похож. Данное проотображено у вас в договоре, вы можете перепроверить эту информацию. Хорошо, проверю. Данное информацию в договоре. Дело в том, что я вам объяснил о том, что некоторые наши клиенты используют услуги интернет-магазинов сомнительного характера. Данные магазины запрашивают такую конфиденциальную информацию, как коды, пароль и логины. Я вас предупреждаю так же, чтобы вы никогда никому не передавали данную информацию и не оставляли на таких сайтах сомнительного характера. Хорошо, понятно. Сергей Сергеевич, подскажите, вы когда получали пластиковые карты, вы получали их в закрытом виде, либо в открытом же? Ясен, ты не все в закрытом виде было. В конверте вам выдавал специалист, верно? Конечно. Также подскажите, вы ранее, когда вводили свой пин-код, в присутствии специалисты его вводили, либо самостоятельно? Самостоятельно меняю в этом личном кабинете постоянно. Вы вообще понимаете, нет, что вы сейчас в прямом эфире? В прямом эфире, хорошо, великолепно. Здорово. Только он прямым, да. Продолжаем? Куда? В прямом эфир идет откуда? Ну, куда, на канале, в ютубе идет. Вы уже не первый, я уже привык. Я понял, хорошо. Продолжать будем или все? Хватит уже? Да, да. Мне также доложили о том, что вы нетрадиционная сексуальная ориентация. Да, ну тогда здорово. Зафиксировали данную информацию? Фиксируйте, как угодно. Люди порадуются, особенно видя ваш номер и слышу ваш голос. Те, кому вы до этого звонили, будут очень рады этому всему. Очень рады этому всему. Ну да, да. Короче, друзья, прекращаем вестись на такие виды лохотронов. Они нас будут долбить и дальше. Нужно быть более смелыми, более стойкими. Ну и, например, можно троллить так, как это сделал я в этой записи, которую вы только что посмотрели. Всем удачи и не попадайтесь на такой лохотрон. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok